И всем привет, ребят! С вами с тобой, Кисю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен получению нового замечательного скина. И в этот раз все у нас происходит не в последний день. Для меня это даже немножечко удивление, потому что осталось у нас еще целых 7 дней до получения... Ну, вернее, даже не до получения, а до последнего шанса получения нового скина из элитного пропуска. А я уже его прошел, поэтому сегодня мы вместе с вами заберем этот приз, заберем скин, скатаем на нем. Ну и сделаем небольшую цель для вас, так как у нас есть супер большое количество контейнеров, а именно ультраконтейнеров. А за элитный пропуск мы тоже получим дополнительные ультраконты, поэтому нужно набрать 120 стрелокозавра, чтобы уже в ближайшее время я втушил этот контактик, ну и открыл супер хорошее количество ультраконтов. Какое количество? Сейчас мы вместе с вами все это дело узнаем, поэтому обязательно поддержите данный видос лайком. Если вы его ждали, обязательно подписывайтесь на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике, установите ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо элитного пропуска, то на мое удивление я его прошел крайне быстро. По большей части это, наверное, связано с тем, что у нас режим с голдами появился, и я довольно много в нем сумел покатать. Соответственно, зафармить очень хорошенькое количество звезд. Ну и с этими звездами прошел элитный пропуск, и получаю новый скин Жиги Демоник. Получается, это тот скин, который у меня, оказывается, не был. Хотя, если честно, я думал, что у меня этот скин на аккаунте есть. Но в любом случае, новый скинчик, вкуснейший, теперь у нас на аккаунте появляется. Сегодня попробуем на нем выкатить, попробуем на нем сыграть каточку. Можем даже, я думаю, что сыграть катку в как раз-таки ДМ-режиме. Ну и посмотрим на то, какое количество ультраконтейнеров у меня стало. Стало у меня 107 ультраконтов, при том, что у меня есть здесь целых 4 предмета в красном свечении, помимо миллиона. Хотя, если честно, я бы и миллиончику был бы рад, потому что все кристаллы сейчас, вы знаете, куда улетают, на мини-игру. Ну и поэтому в ближайшем будущем я уже открою эти 107 ультраконтейнеров и посмотрим, что мне из них дропнет. Также у меня еще есть один скин-контейнер, который тоже в ближайшем будущем мы взбодрим и посмотрим, что оттуда нам выпадет на основной аккаунт. Я очень сильно хочу надеяться на то, что там будет именно Aris XT, которого у меня до сих пор нет. Но если будет игром GT, в принципе, это будет тоже неплохой вариантик. В общем и целом, пикаем в бой. Ну и обкатываем новый скин на Жигу вот с таким вот интересным сочетанием в виде Диктатора. Ну и Жига у нас, конечно же, с Пульсаром. По сути, сейчас у нас появился еще и Фриз с Пульсарчиком, который тоже находится в очень и очень хорошей мете. Но, но, сегодняшний видос будет посвящен именно Жиге и в ближайшем будущем, я надеюсь, что мы пройдем еще в мини-игре до четвертого чекпоинта. И я смогу еще оттуда забрать, что там было? Васпик, Васпик. То есть у меня будет полноценный комплект в виде Васпа Жиги Демоник. Ну и попробуем половить голды, попробуем поиграть там баблицо. Я, грубо, только что закончил стрим, да, ну и если вдруг мы здесь поймаем парочку каких-нибудь вкусненьких конфеточек, я был бы очень рад. Я, если честно, ловлю голды на Диктаторе с как раз-таки контентовым кризисом, да, и с Диктатором на утяжеление. Потому что на Диктаторе с кризисом у тебя есть возможность быстро подъехать под голд, дальше прожать ДАшку и на этой ДАшке уже разыграть моментик и забрать голд детский. Но вот сразу могу сказать, что Жига выглядит точно слабее, чем Фриз. Фриз все-таки по урончику давал более плотного контакта, но контейнерочек вкуснейший мы забираем. С первым голдом у меня там не получилось, меня сразу рельса ваншотнула. Вот второй голд мы уже забираем. Также надо будет сейчас посмотреть, что тут по резистам. Может быть стоит здесь будет резист поменять. Что у меня вообще по Жиге стоит? Жига, Жига, какая у меня Жига? Ой, Жига Пульсар, все хорошо. Жига Демоник, Пульсар, все четко. Так, два киллочка есть. Попробуем еще и на киллы тоже поиграть помимо голдов. Но больший акцент, конечно, в этом спецрежиме я делаю на конфеты. И сразу скажу, что ну прям как-то очень сильно преобразился этот спецрежим, когда появились конфеты. Вот сегодня я скатал на стриме вообще движуху жесткую на выходном дне. И прям так с кайфом, не знаю, получилось. Я там за стрим поймал вроде как 9 конфет, да. И как-то на таком прям чиле, на таком удовольствии все произошло, что мне прям очень сильно понравилось. И вот этот спецрежим с конфетами, он как-то преображается и становится на совсем другом уровне. Поэтому если вы вдруг еще не катали в нем, то мой вам совет в последние дни хотя бы в него зайти. Так чисто почилить, даже на киллочки поиграть приятно. Но если любите ловить голды, то обязательно зайдите и половите золотые ящики тоже тут. Потому что можно поймать и конфеты для мини-игры, можно поймать и просто обычные голды по тысяче. Ну и можно поймать контейнеры с мега голдами, которые здесь также падают. Так, у нас 8 минут до конца, ой 8 минут говорю, 8 киллов уже есть. 10,5 минут до конца боя, голды что-то перестали падать. Очень вкусно, когда вот в таких катках большое количество игроков играет на легких танках. Можно их очень неплохо здесь сливать. Так, ну и я смотрю, что здесь есть магнумы, страйкеры. От страйкера у меня по идее резист должен стоять. Так, 2 голда, мне надо слиться, мне надо очень быстро слиться. Так, ну и порезы у меня что здесь стоит? Страйкер стоит, от Тесла надо резист поменять, наверное, на другой. Так, 2 обычных голда у нас падает. Попробуем забрать один из этих двоих. Попробуем вот на этот ближний поехать. В принципе, у меня на ближнем есть тайминг, есть возможность. Но и есть возможность у противника, который меня просто выталкивает с этого голда. На Теслочке. Так, падает еще золотой. Смотрим, что тут по голду. О, обычка. Довольно большое количество обычных голдов падает. Если бы падало побольше бы вкуснейших конфеточек, я был бы, конечно, больше рад. Так, ну в любом случае, поднятру под ДАшку. Ух, блин, Тесла критует. Когда критует Тесла с пульсаром, это, конечно, максимально неприятно. Мог я успевать там в тайминг нажать аптеку. Но я поторопился, захотел быстрее под голд еще жестче заехать. Ну и по итогу меня просто-напросто здесь набривают. Что касаемо скина, то этот скин я, честно говоря, хотел уже давным-давно получить. У меня, если я не ошибаюсь, этот скин есть на моем первом бездонат аккаунте. И там я его вроде как выбил с ультра-контейнеров, если я не ошибаюсь. Да, здесь у меня жиги этой не было. Но в любом случае, я считаю, что это, ну, тот скин, который я хотел получить на свой аккаунт. Так, два еще голда. Еще два золотых ящика. Падает у нас один на центрике обычный. Второй контейнер. Попробуем забрать контейнер. Попробуем въехать в контейнерочек. Так, чуть-чуть бачком здесь аккуратненько. Оп. И подврывал его. Нет, ну, здесь вулкан меня просто набрил. Вулканчик меня здесь просто набрил. Голд у нас довольно долго здесь еще пролежал. Но в любом случае, у меня шансов его забрать здесь уже не было. Довольно много респит на жиге. Как-то, честно говоря, если сравнивать с фризом, то фриз сейчас намного сильнее. Ну, либо, может, катка просто такая, что здесь респит прям много. Но пока что особо, знаете, так на голдах не получается врывал его делать. Контейнер еще один падает. Третий, если я не ошибаюсь, или четвертый. Даже контейнер уже за этот бой. Переключаемся на нетру. И меня просто сливает здесь изида. Довольно много раз меня респит. Я хочу сам как-то там на кильчик сыграть какой-то дополнительный. Потом по итогу просто получаю супер много дамага. Поэтому, может быть, где-то чуть пассивнее встать. Чуть пассивнее пострелять. Ну, и мы ждем конфету. Мы ждем конфетку, потому что конфетка бы... Это то, что я бы хотел бы здесь забрать больше всего скатки. Я сразу же конфеты все перевожу в кристальный эквивалент. И если переводить в кристальный эквивалент, то одна конфета равна 66 тысячам кристаллов. То есть, если вы покупаете конфеты в магазине за кристаллы, то вы должны понимать, что одна конфета это 66 тысяч кристаллов. То есть, вы, по сути, за одну пойманную конфету в катке уже экономите довольно большое количество кристаллов. Но это если считать с точки зрения того, что вы покупаете эти конфеты. Если вы их не покупаете, то, по сути, для вас это просто обычная конфета и все. В моем случае это, грубо говоря, 66 тысяч кри, что является очень неплохим приобретением. То есть, если вы сравниваете обычную тысячу и конфету, то, конечно, побольше хочется взять эту самую заветную конфеточку. Блин, очень много статус-эффектов здесь срабатывает. Благо, меня здесь не сливают. Обычный голд мы забираем. И сейчас будет падать еще один золотой. И падает еще одна тысяча обычная. Попробуем еще и эту тысяченочку поймать. Попробуем ворвать. Аккуратненько. Я уже чуть пассивненько начинаю въезжать в эти голды. И забираем. Вот так вот, наверное, надо ехать. Просто тут очень много фокусов на карте. Прям очень много урона противники наносят. Поэтому, возможно, стоит в последний момент под точку подъезжать. А то я раньше въезжал прям первым, под голд сразу. Из-за того, что у меня кризисная ДАшка. И казалось бы, что тебя уже не могут слить. Но здесь под статус-эффектами наносят довольно большое количество урона. И, соответственно, меня все-таки сливают. По катке. 24 кила. Идем на втором месте. Очень неплохой результат. С учетом того, что я делаю акцент на голды. И стараюсь забирать именно золотые ящики. В целом, выглядит очень и очень неплохо. Так, набреваем еще одного типочка. 5,5 минут до конца. Под хопера можно тоже сыграть здесь. Пробуем его набрить. Отличный демэдж. Остается он, правда, без аптечки. Так, ну и 5,5 минут до конца. Пробуем найти кого-то. Пробуем найти. Есть страйкер с ураном. Чел играет на страйкере с ураном. Серьезно. Еще и на кризисе. Не может ему попасть никак со своего урана. Отлично. Его быстренько набреваем. Так, пробуем еще накидать здесь. Ой, хороший крит залетел. Набреваем титана молота. Ой, хорошо. Нет, криты очень вкусно. Вот когда заходят так криты, то просто нет никакого шанса у противника ничего уже сделать. 28 киллов, 5 минут до конца. По сути, здесь можно постараться даже до 50 киллов дотянуться в рамках этого боя. Но вот если сравнивать зарубу против фреза с пульсаром, то вы всегда проигрываете. Жига всегда проигрывает фрезу за счет того, что, во-первых, он тебе отключает ддшку. Во-вторых, урона он тебе в секунду наносит тоже больше. Соответственно, Жига в этом плане выглядит значительно слабее. Блин, нормально. Титана Гром просто решил в минус упасть. Но вот даже на 0 хп, если у вас крит залетает, у вас есть возможность слить оппонента и просто переиграть момент. Это тоже очень сильно дорогого стоит. Так, голд начинает у нас выпадать. Золотой ящичек передо мной практически. Можно сменить траекторию на нижнюю зонку. На нижнюю зонку вот сюда. Так, ну и ждем, что тут падает обычный. Ни одной конфеты пока что у нас за катку не упало. Ну, бывают катки, где вообще не падает ни одной конфеты за бой. Бывают бои, где падает... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, по расходке опять ошибся. Лучше бы я не переживал на эту нитру. Надо было просто на Таташке ехать, аптечку дальше добавить и все. Я бы, скорее всего, забирал бы. А так опять словил дополнительный статус эффект из-за того, что просто начал пережимать расходку. И еще одну очередную тысячу кристаллов мы здесь не забираем. Так, 3,5 минуты у нас есть. Как я сказал, хочу до 50 килов дотянуть. Блин, как много пульса. Паров залетает с этой жиги. Очень вкусно. Сейчас попробуем сделать полет Феникса. Полетик Феникса на Врывалову. И теперь просто сразу в Титаногрома въезжаем на контентик. Здесь еще есть отличный Мамонта Страйкер. Ну и с поджогом я добил его? Нет, не добиваю. У него вообще 0 хп. Остается, наверное, 100 хп. Осталось у этого типа. Его добили. Здесь есть Ореса Смока. Ну, ждем конфету. Ждем конфету. Время еще у нас есть. В рамках этого боя нужно постараться забирать контентик. Так, этот килл у меня забрали. 34 килла есть. Голд есть. Хорошо. Еще плюс такого сочетания. То есть Диктатор с Продумом на голдах. Это то, что вы под голдом можете тоже много противников слить. Дополни... Опа, конфетка. Дополнительные киллы для себя реализовать. Так, аккуратненько едем. Я уже на нетру пережиматься не буду. Еду просто... Нет, надо, надо, надо. Надо, 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 надо. Надо. Хорошо есть контактик. Шикарно, шикарно. Сюда баблицо. Сюда баблишко. Очень хорошо, что я пережался на нетру. Потому что если бы я бы не пережался, то скорее всего я без позиции бы остался бы прям под самым-самым голдом. Поэтому скорость тут немножко мне тоже помогла. Но так дашно, дашно пассивно я подъезжал под этот голд. И забрал эту самую заветную конфеточку. Считайте, 66 тысяч кристаллов за бой. Уже я в карманчик плюсанул. Так, 2 минутки остается до конца. Галдецкий падает у нас. Такс, 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 такс. Ну этот мы конечно уже отдали. Ничего страшного. Мне уже как бы после того, как ты забираешь конфету, одну единственную за весь бой. Уже как-то, ну становится спокойно. Ты уже понимаешь, что ты уже подлутал неплохое баблицо. И в целом все, что тебе осталось, это просто доиграть катку. Забрать еще приз в виде дополнительных кристаллов за бой. Ну и до 50-ки я уже так понимаю, что я не успею здесь дотянуться. Ну, хотя бы каких-нибудь 45 ворвать было бы, наверное, неплохо. Было бы, наверное, неплохо. Так, пробуем статус-эффектиком. Вот. И еще шикарно работает кризис под пульсаром. Это вы можете с ДА-шки начинать. Наносите статус-эффект и потом сразу же переключаетесь на ДД-шку, пока противник на оглушении. Чаще всего вам хватает этого тайминга, чтобы набрить противника. Соответственно, вы можете начинать с брони. Как только срабатывает статус-эффект, вы сразу же переключаетесь на ДД-шку и в этом тайминге уже быстро сливаете оппонентика. Так, 50 секунд до конца. До 30 секунд у нас падают голды. Соответственно, еще есть 20 секунд, чтобы хотя бы голдик у нас выпал. Ставим минку на Типану. Здесь меня просто пульсар кошмарит по-жесткому на вулкане. Так, 10 секунд еще есть до выпадения голда. Успеет ли выпасть еще один золотой ящик? 34, 33, 32. Нет, еще одного голда, к сожалению, не будет. Но в целом, я конфетку подлутал. Плюс дополнительные голды забрал. Один контейнер, плюс там какие-то еще были золотые ящики. Вы в целом можете в комментариях написать, сколько голдов я за катку взял. Поэтому, ребятчики, советую всем поиграть в этом спецрежиме. Мне, честно, он очень сильно понравился. И вот именно сегодняшний день моей игры в этом спецрежиме дал мне какую-то дополнительную, прям вкуснейшую мораль. И мне прям реально очень-очень зашел этот спецрежим. Второе место мы за эту катку зарабатываем. Получаем еще целых 3000 кристаллов сверху. Если бы еще были повышенные фонды, то вообще бы шестерку можно было бы здесь получить. Ну и в целом фиксируем очень вкуснейшую прибыль уже на новом скине с Жигой Демоник. В целом, как-то так, да, пишите, забрали ли вы этот замечательный скин, залутали ли вы баблицо. Прожимайте обязательно лайки. Как я сказал, 123 лайка это именно то количество, которое нужно набрать, чтобы уже в ближайшее время мы открыли все наши замечательные ультраконтейнеры. Я надеюсь, что в этот раз, наконец-таки, с ультраконтейнеров мне что-то хорошее выпадет. Потому что я уже на основном аккаунте на протяжении довольно длительного периода времени ничего хорошего не выбивал. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, подписываться на тележечку, где весь лайв-контентичек, вся информация по стримам выходит. Ну и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.